25 мая в Рыбинске стартует сдача ЕГЭ. До начала итоговой аттестации школьников остается неделя. В этом году первый экзамен пройдет 25 мая. Сама аттестация продлится ровно месяц до 25 июня. Первый у нас экзамен, самый малочисленный, так бы я сказала, в один день сдаются два предмета. Это география, 15 человек выбрали географию. И литература, 54 выпускника будут ее сдавать вместе с выпускниками прошлых лет. Далее пройдут экзамены 28 мая по русскому языку, 1 июня по математике и так далее. В этом году в Рыбинске насчитывается примерно такое же количество выпускников, что и за прошлый период. В этом году у нас 715 выпускников текущего года вместе с экстернами и среднего профессионального образования. У нас есть один выпускник такой. И у нас 60 выпускников прошлых лет. Сама процедура проведения аттестации остается прежней. Сохраняется пропускной режим, видеонаблюдение. Запрещено проносить сотовые телефоны и справочную литературу. Однако Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в процедуру сдачи ЕГЭ в этом году внесены некоторые изменения. Новая по форме два экзамена у нас. У нас математику, если мы ранее сдавали только традиционная форма ЕГЭ, то в этом году две математики. У нас есть уровень образования базовый. Ребята могли выбирать, если им нужен только аттестат. Либо они хотят поступать в гуманитарное высшее учебное заведение, то им математика на профильном уровне не требовалась. А для получения аттестата достаточно базового уровня, который оценивается в пятибалльной системе. И второй уровень это профильный. Математика на профильном уровне. Это традиционно прошлогодняя форма кимов. И выпускники, которые поступают в технический вуз, за математикой им нужно минимальное количество баллов, 27 им нужно набрать. Конечно, ребятам нужно набрать много для поступления в технический вуз. То есть каждый хочет получить максимальное, чтобы поступить в желаемое учебное заведение. Еще одно нововведение коснулось ЕГЭ по иностранным языкам. Здесь по желанию аттестуемого в экзамен включается в раздел «Говорение». Устные ответы на задания записываются на аудионосители. Письменная часть оценивается 80 баллов. Максимальный балл 100 можно получить, если выпускник сдаст помимо этого устную часть. Остается пожелать всем будущим выпускникам Рыбинска ни пуха ни пера.